Бегая там, забежали какие-то кто-то, кто-куда, в разные стороны. Я просто лежал и видел ноги. И тут меня за волосы подымает оперативник, как я понял, в гражданке, в кепке и в медицинской маске. Ну что, типа понял, за что? Доснимался, типа того. Вот это вот он пояснение мне сказал, и я это запомнил. Ну, конечно, он матом это выразил в мой адрес, я не буду говорить дословно. Простой парень из Калининграда решил заняться журналистикой, освещать проблемы региона, помогать людям, рассказывать, где что не так, где что улучшить. Помогать людям захотел. Пожалуйста, уголовное дело, обыски, психологическое давление на семью, угрозы, помещение в психиатрическую лечебницу, в следственный изолятор. Слава богу, не удалось на него ничего повесить, и сейчас его отпустили, но давление продолжается. Прошу, друзья, высушите эту историю, она очень показательна, нам надо держаться вместе. Поддержите парня лайком, репостом, длинным комментарием. Только вместе мы сила. Пока таких людей мало, мы слабы. Но если таких свободных, независимых людей, кто не боится отстаивать и свою позицию, и благо всего общества, вот тогда мы станем сильны. И когда вы будете это смотреть, спросите себя, а при чем здесь губернатор Алиханов? Или губернатор не в курсе, не при делах? Всем привет, меня зовут Анатолий, я являюсь специальным корреспондентом главных событий. Хотел бы рассказать предысторию про себя. Ну, для тех, кто со мной не знаком, кто впервые меня видит, я являлся сотрудником правоохранительных органов, работал в Управлении Министерства внутренних дел России по Калининградской области, инструктором по физической подготовке. С этой должности я уволился 11 декабря и решил заняться журналистской деятельностью. Ну, так как меня очень сильно интересовали вопросы, такие как поднимание прав и свобод человека, все те вопросы, которые реально происходят в повседневной жизни, с которыми мы сталкиваемся. Я начал вести такие короткие репортажи, кто там может назвать меня ютубером, блогером, не знаю, там онлайн-трансляции вел с разных аккаунтов, групп ВКонтакте. Были такие темы у меня, как незаконное отключение электроэнергии. Вот мы ездили в город Полеск, это в область, и там у женщины отключили электроэнергию в феврале вот этого года, 2020-го. У нее ребенок-инвалид, 19 лет, первой группы. Вы представляете, отключили электроэнергию, они все подзамерзли, и вот обратилась она ко мне, я подключил ребят, которые, ну, инициативная группа. Ездили в Полеск, ездили сначала в отдел полиции, потом в винтарь-энерго, и вот добивались того, чтобы ей включали. Три дня не было хозяйки дома, она сегодня, не сегодня, а вчера приезжает туда, дом холодный, света нет. У нее инвалид, первой группы дитё. Все холодильники, то, что было, еда, все пропало. Нужно подключиться. Мы уже сделали заявление в полицию, полиция поехала туда. Подключить нужно. Вы же аварийная служба? Ну, кто сейчас? До разбирательства, до утра. Как понять, до утра. А с людьми что случится, если? Ничего, за это время ничего не случилось. Как понять, откуда уже ничего не случится? Как понять? Вы считаете, что в плюс четыре ночью как бы ничего не случится? У них воды нет, насосы не работают, отопления нет. Во-первых, я не знаю, в чем проблема. Были такие моменты с штрафстоянками, где мы приезжали и разбирались, а есть ли документы у этих штрафстоянок. Здесь находимся на вот этой территории, территория, которая, не знаю, кому она принадлежит, эта территория, документов по сей день, по сей месяц, который раз уже сталкиваемся с этой штрафстоянкой, портовая, так называемая, здесь никаких документов не предоставляют, нету документов, что экуаторщики могут забирать машины, движимое имущество, хозяев. Просто сказали, покажите документы, пожалуйста, все, и будем разговаривать, потому что уже распятые сюда приезжали, никаких документов они не показывают. Мы автомобили свои забираем. А теперь, ребят, мотайте на ус, за что вы платите, да? Я вам рассказал такую маленькую историю, что везде понатыкали этих знаков. Стоянка запрещена, остановка запрещена. Во всех магазинах, возле всех торговых центров больше половины знаков инвалидов, да? Везде как будто такое ощущение инвалиды. Как бы мне за эту деятельность как бы никто не платил. Сам, получается, инициативу проявлял и помогал людям. Хотел бы вам рассказать историю, которая появилась летом во многих пабликах, где непосредственно многие блогеры показывали про эту историю и видео. Так же, как и Алексей Навальный опубликовал два раза об этой проблеме. Произошла такая ситуация. В полвторого ночи к нам домой где мы жили на адресе с семьей. Это двое маленьких детей. Сыну, которому не исполнилось на тот момент еще три года. И дочке тоже не исполнилось на тот момент 12 лет. И жена. В ночное время к нам пришли сотрудники правоохранительных органов. Но на тот момент я не знал, кто именно пришел. Так как постучали в дверь, короткий звонок. Жена выбежала. Первая, получается, посмотрела в глазок. И там увидела девушку в медицинской маске и с погонами. И она мне сказала, «Толь, там какая-то девушка в форме». Ну, разумеется, я отодвинул жену на задний план и начал вести диалог. Спросил, кто там за дверью, что нужно. На что я услышал ответ. Эта женщина мне прокомментировала, то, что она является следователем Следственного комитета. И то, что у нас в квартире сейчас будет проходить неотложный обыск. Я попытался поинтересоваться, на каком основании, так как было два часа ночи, и я знаю, что я как бы, ну, не преступник. И то, что меня могли оговорить или еще что-то, как бы выяснить документы, чтобы представились. И я, получается, не договоря с ними, диалог еще не закончился. Включается через дверь бензопила и начинает пилить дверь. На тот момент мое состояние, как бы, вы можете себе представить только представить. Никому не желаю такого, конечно, спецэффекта пережить. Ну, в этот момент у меня жена начинает бегать по квартире. Ребенок проснулся, у него истерика. Он покраснел, у нее на руках, слезах, трясется весь. Дочка кричит, ей страшно. У нее истерика тоже. И все в этот момент начинает пилить. Ну, что я сделал? Я успел одеть шорты, футболку. Позвонил своему знакомому и сказал, что у меня сейчас пили дверь и якобы происходит... Сейчас будет производить обыск. И успел включить видеозапись, онлайн-трансляцию. И все начал фиксировать на телефон. снимай трансляцию. сейчас опыск в квартире, врываются менты, ребят! У меня маленькие дети, ребят! Все звоните, пожалуйста, беспредел! Виктор Денисов, 24, квартира 81. У меня маленькие дети, ребят! На, держи, снимай трансляцию. Каталья, мне страшно. Хотят привести обыск незаконный, ребят! На, Настя, снимай. Снимай, все. Ну, пожалуйста, он трясется. Пожалуйста. Вы что творите? У меня маленькие дети. Вы что охренели? Настя, убери документы. У меня маленькие дети. Вы что творите? Снимай! Снимай! Вы что творите? Снимай телефон! Снимай! Снимай телефон! Снимай, прям, как бы заходить. Вы что творите? Снимай, убедите! Бегай там, забежали какие-то кто-то, кто-куда, в разные стороны. Я просто лежал и видел ноги. И тут меня за волосы подымает оперативник, как я понял, гражданки в кепке и медицинской маске. Ну что, типа, понял, за что? Доснимался, типа того. Вот это вот он пояснение мне сказал, и я это запомнил. Ну, конечно, он матом это выразил в мой адрес, я не буду говорить дословно. И вот просто говорят, что они сотрудники полиции, типа, откройте. я примчался с работы, забежал в подъезд. В подъезде никого не было. Забежал в квартиру, жена сказала, что их уже нет. Подойдя к окну в спальне, которая выходит во двор, она сказала, что вот там эти два сотрудника ходят, вон они по двору. Ну, разумеется, я выбегаю во двор, включаю видеозапись на телефоне, подбегаю к сотрудникам к этим. А представьте, пожалуйста, кто вы приходили? Кто вы? Я тебя знаю. Вы приходили сейчас ко мне домой. Да ладно, ты что, я живой? Подбегаю по второму, говорю, представьтесь. В квартиру стучались. Вы что, в заблуждении вас узнали уже? Я к вам не обращался. В смысле не обращался? Куда вы идете? Куда вы идете? От дома. Представьтесь, кто вы? Я без внимания. Кто вы? Представьтесь. Почему вы? Кто вы? Представьтесь. Я к вам не обращаюсь. Представьтесь. Вы представлялись за дверью, в масках стояли. Вы в масках стояли и говорили, что вы сотрудники полиции. На каком основании вы запугиваете людей? На что я просто решаюсь 29 августа лететь домой. Приезжаю в аэропорт и в аэропорту я покупаю билет. На второй этаж я поднимаюсь уже регистрировать. И мне сотрудница транспортной полиции типа говорит «А вы в розыске?» Информация была такая, что якобы я сбежал с психиатрической больницы и разыскиваюсь по части второй статьи 296. Вот так вот со слов сотрудников. Конечно, я опять офигел. Ну, вы можете меня понять. Сначала обыск, потом уголовное дело вот это непонятное. Вот это давление. Вообще, просто семья в страхе. И все, получается, он мне говорит «Нет, меры пресечения не будет. Тут, короче, следователь выходит с ходатайством, с постановлением, ходатайствует о помещении тебя в психиатрическую лечебницу. Забирает нас в отдел и он как бы говорит, что сейчас будет опознание, что меня якобы опознали по фотографии, что я проходил по ориентировке и как бы якобы указывает, что это я избил. Ну, очень интересно было, конечно. Ну, все, мы приезжаем в Ленинградский отдел. Со слов сотрудников, что якобы это произошло на улице Виктора Денисова дома 26, то бишь во дворе этого дома. Вот просто все понимают и все все осознают, лгут сами себе. Я просто пытаюсь достучаться до людей, что каждый должен измениться сам в себе и быть человеком. Просто все, это очень легко. Попробуй, сделай так. Вокруг тебя увидят тоже твои знакомые, друзья и так же поменяются. Не нужно нам опускать руки, ребят, сейчас просто такое время, реально, просто, что мы должны не молчать и друг другу помогать. ваше. Субтитры